добрый день дорогие друзья с вами капля и сегодня я хотел бы начать небольшое интервью в несколько капель буквально с потрясающим человеком с которым я познакомился в караганде в одну из поездок в этом году это служитель его зовут ярконат аманжолов и почему я поговорил с ним почему я взял интервью у него наверное потому что он произвел достаточно такое потрясающее впечатление на меня мне понравился его дух понравилось его состояние до состояние человека который с одной стороны достаточно смирен а с другой дерзок в своей вере дерзок своих суждениях в его проповеди евангелия в том как он преподносит христа другим людям насколько он мягок внутри насколько он крепок в том чтобы стоять твердо в вере человек с определенным знаете таким налетом божественности то есть человек с налетом вот знаете как есть такие люди о которых можно сказать что вот его бог отметил и наверное это этот человек и возможно вам покажется что он слишком простой поверьте это далеко не так я хотел бы чтобы вы познакомились с ним и начнем с того как он покаялся все очень просто я познакомился со своей супругой она сказала что она христианка и нравится эта вера я сказал что я нет я казах я должен входить только мечеть и так как я был зависимый она хорошо пойдем сначала мечеть мы пошли в мечеть но там что-то не вышло пошли туда и там понравилось мне понравилось все то что мне рассказали об исусе христе на тот момент это меня вообще устраивало поэтому принять бога как бога смысле иисуса христа это у меня получилось легко но жить так как он хочет чтобы я жил это получилось не сразу никогда произошло вот то само покаяние ну трудно я уже вот ну то есть я механически я уже там прошел что то я болел сильно так как в местах лишения свободы заразился туберкулезом и только очень плачевное состояние было и супруга но она конечно там договорилась с духовенством попросила что вы меня покрестили может быть на тот момент я даже и не был готов но то есть я хочу сказать что уже механические крещения было там какие-то вещи происходили я себя считал христианином но этого всего скорее всего не было но и истинная встреча я думаю она произошла так скажем сегодня я понимаю что бог он вел такую сильную работу со мной и получилось так что я оказался опять местах лишения свободы уже после там каких-то определенных уже после реабилитационного центра после там не знаю там тысячного какого-то определенного покаяния там старался старался вот ночью ночью в тюрьме никого не было все спали это же может плакал но я вот такую сторону бога обратился и то есть я четко помню что когда вот бог он пришел ко мне коснулся меня и у меня появились силы противостать вот всему тому что тогда вот давлево я обладала мы начинаем новый сериал в капли я назвал его условно простые люди и мне бы хотелось предложить каждому из наших зрителей каждому кто смотрит сейчас меня принять в этом участие мы с вами включая интернет телевизор мы смотрим больших великих проповедников людей которые занимают определенную позицию они высказывают свое мнение по богословским вопросам по вопросам жизни веры церкви взаимоотношениям и так далее мне бы хотелось предложить вам простым людям простым христианам высказаться возможно у вас есть что-то наболевшие какие-то откровения какие-то вещи которые вы хотели бы рассказать другим вы считаете что это действительно важное может принести пользу другим людям как верующим так и не верующим поэтому если у вас есть желание напишите мне и мы обязательно снимем минимум одну-две программы и и и Субтитры подогнал «Симон»